На борту МКС откроют первую российскую научную лабораторию. Хочу стать космонавтом На борту МКС откроют первую российскую научную лабораторию час 12.11.2019 года Обновлено 4.45.11.2019 года Фото НАСА Роскосмос Выход в открытый космос Фото НАСА Роскосмос Выход в открытый космос Архивное фото Москва, 11 ОКТ РИА Новости На борту российского сегмента Международной космической станции появится первая комплексная многофункциональная научная лаборатория для проведения различных физических экспериментов в условиях невесомости, сообщили РИА Новости в Объединенном институте высоких температур, АИФТ, РАН Ранее для каждого эксперимента на МКС использовался отдельный научный прибор Летная космическая лаборатория станет первой подобного класса В ее состав войдет научная аппаратура, разрабатываемая для реализации космических экспериментов кулон-магнит, кулон-плазма, пылюв, дисперсия и другие Объединенный институт высоких температур, РКК, энергия, МФТ и АУ лазерные системы заключили четырехстороннее соглашение о создании научно-исследовательской лаборатории активных дисперсных сред в микрогравитации на борту МКС Лаборатория создается на базе отдела пылевой плазмы АИФТРАН и лаборатории физики активных сред и системы МФТИ Работы в лаборатории включены в долгосрочную программу работ на МКС, сообщили в пресс-службе института Вчера, 17.41 РИА Новости Выход российского экипажа МКС в открытый космос перенесли на январь Размещение лаборатории на МКС позволит ученым сопоставлять экспериментальные данные, полученные в реальных условиях микрогравитации, с теоретическими моделями и результатами численного моделирования Создание лаборатории на Международной космической станции это возможность проведения полномасштабных исследований и экспериментов в области физики активной материи, а также предпосылки для формирования новых, в том числе международных, научных связей Прокомментировал создание лаборатории директора Ивтран Олег Петров, который станет научным руководителем лаборатории Исследовательский комплекс помимо лаборатории на МКС будет включать наземную лабораторию и экспертную группу Наземная лаборатория сейчас формируется из наземных аналогов бортовой аппаратуры, имеющихся в наличии исследовательских стендов для изучения активных дисперсных сред По словам Петрова, в работе лаборатории будут активно участвовать студенты МФТИ, что позволит использовать в образовательном процессе уникальную экспериментальную базу и результаты исследований Вопросительный знак Вчера, 15.24 РИО Новости европейский модуль МКС модернизирует для работы после 2024 года